Проект Синдичати, США, наше будущее с нулевыми выбросами парниковых газов Jeffrey D.Saxe Проект Синдичати, США 17 апреля 2019 года Нью-Йорк, решение созданное людьми и проблемы изменения климата, наконец-то, стало совершенно очевидным Благодаря быстрому развитию технологий в области энергетики с нулевыми выбросами углекислого газа и в области устойчивых продовольственных систем мир реально может прекратить выбросы парниковых газов к середине века причем с малыми или даже нулевыми дополнительными затратами и с огромной пользой для безопасности и здоровья Главным препятствием является инертность Политики продолжают потакать индустрии ископаемого топлива и традиционному сельскому хозяйству в основном потому, что они либо не знают ничего лучшего, либо из-за своей продажности Глобальное потепление, как и огромная проблема загрязнения воздуха, в основном является следствием сжигания ископаемого топлива, угля, нефти и газа Еще одна важная причина разрушения окружающей среды – сельское хозяйство В частности, вырубка лесов, избыточное применение удобрений, выбросы метана домашним скотом Энергетическая система должна совершить переход от сильно загрязняющих атмосферу ископаемых видов топлива к чистым источникам энергии с нулевыми выбросами, таким как ветер и солнце А продовольственная система должна перейти от выращивания кормового зерна и домашнего скота к производству более здоровых и питательных продуктов Подобная комбинированная энергопродовольственная трансформация приведет к снижению объемов чистых выбросов парниковых газов до нуля к середине века, а в дальнейшем, благодаря поглощению атмосферного углекислого газа лесами и почвой, они станут отрицательными Достижение нулевого уровня выбросов к середине века, а затем и отрицательного, скорее всего, позволит достичь поставленной цели ограничить глобальное потепление 1,5 по Цельсию относительно доиндустриальной температуры и Земли Крайне тревожит то, что потепление уже достигло 1,1С При этом мировая температура повышается примерно на 0,2С каждое десятилетие Именно поэтому мир обязан достичь нулевого объема выбросов как минимум к 2050 году Переход к чистой энергетике позволит ежегодно предотвращать сотни тысяч смертей от загрязнения воздуха, а переход к здоровой и экологически устойчивой диете позволит предотвращать примерно 10 миллионов смертей каждый год Нескозатратный переход к чистой энергетике сегодня реально осуществим во всех регионах мира благодаря резкому падению себестоимости солнечных и ветряных электростанций, а также прорывом в технологиях хранения электроэнергии Общесистемные затраты на возобновляемую энергетику, включая передачу и хранение электроэнергии, уже сейчас почти на равных с ископаемым топливом Тем не менее, ископаемые виды топлива продолжают пользоваться государственными преференциями в виде субсидий, что вызвано неустанным лоббированием своих интересов крупными угольными и нефтяными компаниями, а также отсутствием планов, связанных с альтернативной, возобновляемой энергетикой Ключевой шаг – масштабное увеличение генерации электричества из возобновляемых источников, главным образом за счет ветра и солнца Тем временем некоторые виды конечного потребления энергоресурсов, например, в автомобильном транспорте и для отопления жилья, будут электрифицированы напрямую Другие конечные потребители – промышленность, морские перевозки, авиация, автоперевозки грузов – перейдут на чистые виды топлива, производимые с помощью электроэнергии из возобновляемых источников В число чистых видов топлива, с нулевыми выбросами, входит водород, синтетическое жидкое топливо, синтетический метан Одновременно фермеры должны переходить к производству продовольствия на растительной основе Продолжающееся строительство угольных электростанций в Азии, а также непрекращающаяся вырубка лесов в странах Юго-Восточной Азии, Африки и в Бразилии подвергают наш климат, воздух и питание колоссальному и совершенно ненужному риску В США администрация Трампа выступает за ископаемое топливо, несмотря на огромный потенциал Америки в сфере возобновляемой энергетики Что также абсурдно, как и новые призывы популистского президента Бразилии Жайра Болсонару развивать Амазонку, то есть вырубать там леса Так что же делать? Самая срочная мера на сегодня – обучать правительство и бизнес Национальные правительства должны подготовить технические и инженерные оценки потенциала своих стран для решения задачи прекращения выбросов парниковых газов к середине века Тем временем бизнес и банки обязаны срочно проанализировать технологически убедительные аргументы в пользу чистых и безопасных систем энергетики и продовольствия Как показало важное новое исследование, во всех регионах мира имеется потенциал использования энергии ветра, солнца и воды, что позволяет декарбонизировать энергосистему В странах, расположенных на более высоких широтах, таких как США, Канада, северные страны Европы и Россия, можно в сравнительно большей степени, чем в тропических странах, осваивать энергию ветра При этом все страны способны перейти на электромобили, а в грузовиках, кораблях, самолетах и на заводах использовать топливо с нулевыми выбросами углекислого газа Подобная трансформация энергосектора создаст новые рабочие места, их будет на миллионы больше, чем придется сократить в отраслях ископаемого топлива Акционеры компаний, подобных ExxonMobil, ExxonMobil, или Chevron, Chevron, которые отказываются осознать грядущую энергетическую трансформацию, в итоге дорого за это заплатят В предстоящие годы их инвестиции в ископаемое топливо превратятся в неликвидные активы Правительство и комиссии, регулирующие энергосектор, должны потребовать, чтобы все новые мощности энергогенерации имели нулевой уровень выбросов углекислого газа По мере старения и закрытия старых электростанций на ископаемом топливе они будут заменяться чистыми электростанциями, причем на конкурентной основе, например, с помощью аукционов по закупке мощности и возобновляемой энергетики В частности, Китаю и Индию следует прекратить строительство новых угольных электростанций на своей территории, а страны, экспортирующие капитал, подобно Китаю и Японии, должны прекратить финансирование строительства новых угольных электростанций в других странах Азии, к примеру, в Пакистане и на Филиппинах Компании из частного сектора будут активно конкурировать, пытаясь еще больше снизить себестоимость систем возобновляемой энергетики, включая генерацию и хранение электроэнергии, а также конечное потребление, электромобили, электрическое отопление и электроплиты, новая водородная экономика Правительством следует установить лимиты выбросов, а частному сектору придется конкурировать, предлагая низкозатратные решения Власть и бизнес совместно должны будут финансировать новые исследования и разработки, чтобы снижать издержки еще больше В сфере землепользования история аналогична Если Балсонару действительно считает, что он устроит бум в бразильской экономике, позволив дальнейшую вырубку лесов в Амазоне ради посева в сои и скотоводческих ранчо, ему надо подумать об этом как следует еще раз Подобный проект приведет к изоляции Бразилии, вынудив крупнейшие продовольственные компании прекратить закупку бразильских продуктов из-за угрозы массовой отрицательной реакции потребителей во всем мире Потребление еды развивается в другом направлении Есть большая новость, сеть Burger King Burger King, создав совместное предприятие с компанией Impossible Foods, Impossible Foods, начало переход к бургерам на растительной основе Невероятные бургеры на вкус очень похожи на мясные, но в них, благодаря находчивым химикам, используются растительные ингредиенты Что позволяет любителям бургеров наслаждаться любимой едой и при этом сохранять планету Преобразив наши энергетические и продовольственные системы, мы получим низкозатратную энергию и здоровое, приносящее удовлетворение питания, не разрушая при этом природу Школьники старших классов, которые устраивают забастовки ради климатической безопасности, выполнили свою домашнюю работу Политики, подобные Трампу и Болсонару, должны теперь выполнить свою, или же уйти прочь с дороги Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...